Эй, это я, Миша. Что бы вам не просунуть, никакой щёлочки нет. Вот транзистор могу тут пристроить рядом. Сейчас станцию найду. Говорит Ленинград. Послушайте литературную передачу. Рассказ Чехова «Новогодние великомученики» читает заслуженный артист РСФСР Игорь Дмитриев. О, самую точку. Про вас скажите. Слушайте. На улицах картина ада в золотой раме. Если бы не праздничные выражения на лицах дворников и городовых, то можно было бы подумать, что к столице подступает неприятель. Взад и вперёд с треском и шумом снуют парадные сани и кареты. На тротуарах, выснув языки и таращи глаза, бегут визитёры. Бегут они с таким азартом, что ухвати жена Пентефрия, какого-нибудь бегущего калежского регистратора за фалду, то у неё в руках осталась бы не одна только фалда, но весь чиновничий бок с печёнками и селезёнками. Вдруг слышится пронзительный полицейский свист. Что случилось? Дворники отрываются от своих позиций и бегут к свистку. Разойдись! Разойдись! Идите дальше! Нечего вам здесь глядеть? Мёртвых людей никогда не видели, что ли? О, народ! У одного из подъездов на тротуаре лежит прилично одетый человек в бобровой шубе и новых резиновых калошах. Возле его, мертвецки бледного, свежевыбритого лица, валяются разбитые очки. Шума на груди распахнулась, и собравшаяся толпа видит кусочек фрака из Станислава третьей степени. Грудь медленно и тяжело дышит, глаза закрыты. Господин! Толкает городовой чиновника. Господин! Недельно тут лежать! Ваше благородие! Но господин ни гласа, ни воздыхания. Повозившись с ним минут пять и не приведя его в чувства, блюстители кладут его на извозчика и везут в приёмный покой. Хорошие штаны, говорит городовой, помогая фельдшеру раздеть больного. Должно рублей шесть стоит. И жилетка ловкая. Ежели по штанам судить, то он из благородных. В приёмном покое, полежав часа полтора и выпив целую склянку валерьяны, чиновник приходит в чувства. Узнают, что он титулярный советник Гарасим Кузьмич Синклетеев. «Что у вас болит?» спрашивает его полицейский врач. «С Новым годом! С новым счастьем!» бормочет чиновник, тупо глядя в потолок и тяжело дыша. «И вас так же. Но что у вас болит? Отчего вы упали? Припомните-ка, вы пили что-нибудь?» «А? Нет, нет. Но отчего же вам дурно сделалось?» «Ошалелся. Я... Я визиты делал. Много, стало быть, визитов сделали?» «Нет, нет. Немного. От обедни пришедшей выпил я чаю и пошёл к Николаю Михайловичу. Тут, конечно, расписался, от теда пошёл на офицерскую. К Качалкину. Тут тоже расписался. Ещё помню, тут в передней меня сквозняком продуло. Да. Ну, а от Качалкина на Выборгскую сходил, к Ивану Ивановичу расписался. «Ещё одного чиновника привезли!» докладывает городовой. «От Ивана Ивановича продолжал Синклитеев купцу Хрыму рукой подать. Зашёл поздравить. Предлагает выпить для праздника. А как не выпить? Обидишь, коли не выпьешь?» Ну, выпил. Ну, рюмки три. Колбасой закусил. Оттуда, на петербургскую сторону, к Лиходееву, хороший человек. И всё пешком. Пешком-с. Расписался у Лиходеева. От него пошёл к Пелагеи Емельяне. Тут позавтракать посадили, кофе им попотчивали. Вот от кофе распарился, оно должно быть в голову и ударило. От Пелагеи Емельяне пошёл к Облеухову. Облеухова Василием звать именинник. Не съешь именинного пирога, тоже обидишь. Отставного военного и двух чиновников привезли, докладывает городовой. Да, что я. А, вот, съел кусок пирога, выпил рябиновый и пошёл на Садовую, к Изюмову. У Изюмова холодного пива выпил, вот, горло ударило. От Изюмова к Кошкину, потом Карлу Карловичу, отец, к дяде Петру Семёновичу, племянница Настя шоколадом, попоила. Потом к Кляпкину зашёл. Нет, нет, вру, это не Кляпкину, а к Дарье Никодимовне, от неё, это от неё, да, от неё я уже к Кляпкину пошёл. Ну, и везде, везде хорошо себя чувствовал. Потом у Иванова, у Курдякова и у Шилера был, у полковника Порошкова был, и там себя хорошо чувствовал. У купца Донькина был, пристал ко мне, чтоб я коньяк пил и сосиску с капустой ел. выпил я рюмки три, пару сосисочек съел, но тоже ничего. Вот только потом, когда от Рыжого-то я выходил, почувствовал в голове мерцание. А, слабло. Не знаю, отчего. Вы утомились? Отдохните немного, и мы вас домой отправим. Ох, нельзя мне домой, стонет Синклетеев. Нужно ещё к зятю, к Кузьме Вавиловичу, сходить, к экзекутору. К Наталье Егорне у многих я ещё не был. И не следует ходить. Нельзя, как можно, с Новым Годом не поздравить, нужно-с. Не сходи я к Наталье Егорне, так жить не захочешь. Уж вы меня отпустите, господин доктор, не невольте. Синклетеев поднимается и тянется к одежде. Домой езжайте, если хотите, говорит доктор. Но о визитах и думать даже нельзя. Ничего, Бог поможет, вздыхает Синклетеев. Я потихонечку и пойду. Чиновник медленно одевается, кутается в шубу и, пошатываясь, выходит на улицу. Еще пятерых чиновников привезли, докладывает Гордовой. Куда прикажете положить? Вы слушали рассказ Антона Павловича Чехова «Новогодние великомученики». Читал заслуженный артист РСФСР Игорь Дмитриев. Нас, Нас. Лучше изнемогать от визитов, чем быть закупоренным в лифте. Под Новый год. Нет на нас Чехова, а то бы посмеялись. Да, подзатянулась наша история. Так ведь полночь наступит. Наступит. А что делать? Продолжение следует... Продолжение следует...